Смотрю, лаечка красивая по льду бежит, уже весной, уже забереги большие, на лед не перейдешь, вода. Смотрю, за ним черная собака бежит. Бежит, я встал, давай свистеть, эта серая остановилась. Вот поверишь в ее, смотрю, задняя, прямо аж вот так, камнем ноги, как на месте, тормозило, начинает разворачиваться. Вот как в кино показывают пумы, что черный леопард, они все, в Китае есть черные леопарды. Вообще даже один в один. Разворачиваются на меня, прям даже увидел глаза. И таким галопом, через это все озеро, я через Марины Бугор-Бекон, посмотреть, куда она побежала, уже снег пятнами, через Бугор переваривал, смотрю, она от меня ее видно, она черная, чисто черная, километра два на всю галопом пресс. А след, а след другой был? Уже это, ну я, во-первых, тогда Сина что-то у меня не посмотрела, а уже он только пятнами снег, уже забери. Вот это своими глазами, как будто я его в зоопарке видел, вот как вода. Вот и поверь, не поверь. А черный леопард живет в северном Китае. И заходит сюда, в Амурскую область заходит, а там же Кабаргана ходит. То есть она там может прожить. Ну это заходная, это прохождение, понятно, она не местная. А тут ничего? Да-да, я забыл, у нас только там пункт был, я прихожу туда, на броник поезд, девчонка ко мне бежит. Дерусь, 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 я говорю, что такое? Она как, кошка, 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 то есть, не один видела. Она пришла заливать эти помои, она говорит, черная, глазами большими. Вообще ничего не видела в жизни. Вот то есть, даже вот хотя бы сопоставить. В 60-х годах в Нерченске, возле Нерченске где-то леопарда убивали. Но они бывают не обязательно черные, то есть они... Да, потому что вот эта вот шкура в Сирпас-Академии в Иркутске есть, мне медведи вот это рассказывали. Там студент, он его был, он его привез туда. И где-то там, под Нерченском, да бывали.